9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы, и впервые за долгое время их результат может быть непредсказуемым. После 26 лет правления Александра Лукашенко, люди готовы голосовать даже за малоизвестных и неискушенных в политике кандидатов. Лишь бы в стране сменилась власть. Лукашенко отвечает силой, арестами и обысками. И всё это происходит на фоне пандемии, экономического кризиса и в условиях, когда и Москва, и Запад слишком заняты своими проблемами. 12 июня в Минске милиция сдержала партию товара, следовавшего в известный столичный магазин подарков и сувениров. Товар – обычные футболки, 400 штук с документами, всё в порядке, утверждают владелец магазина и переводчик. Обоих сейчас проверяют сразу отдел по борьбе с экономическими преступлениями, налоговые инспекции и санитарные службы. На футболках написано «Психо 3%». 3% и прозвище «Саша 3» от язвительных комментаторов получил действующий белорусский президент Александр Лукашенко в интернет-опросах о том, за какого кандидата вы бы проголосовали. Такие опросы появились в нескольких негосударственных СМИ. Альтернативные кандидаты набирали в них от 20 до 40%. Это нельзя назвать серьёзными социологическими опросами, но прессе настоятельно рекомендовали убрать даже их. Напоминаю, что ещё в 2012 году в Кодекс об административных правонарушениях Белоруссии была внесена статья «Незаконное проведение опросов общественного мнения». Официальных данных о рейтинге Лукашенко и других кандидатов нет. Независимые социологические институты, изгнанные из страны. А психозом и коронапсихозом Лукашенко назвал реакцию руководства стран, предпринявших строгие изоляционные меры при пандемии. Белорусские власти решили обойтись без них. В ходе этой кампании Лукашенко вообще часто демонстрирует повышенную эмоциональность. В одном из выступлений он обещал напомнить стране, как некоторые руководители постсоветских государств Центральной Азии наводили порядок с автоматом наперевес, разгоняя бунтовщиков. В Белоруссии десятки человек уже подверглись задержаниям и арестам, хотя избирательная кампания только началась. Также многолюдные очереди, выстроившиеся к столикам, где собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты, в Белоруссии назвали «подписной революцией». Очереди выстраивались не только в столице, но и в малых городах, которые всегда считались оплотом действующего президента. Нынешняя избирательная кампания – это принуждение к любви со стороны Лукашенко, считает аналитик Сергей Чалый. Метафора домашнего насилия очень хорошо описывает ситуацию. Развод хочешь – она тебе. Это стратегия принуждения к любви, но никакой любви так и не вернешь, и это избыточное, ненужное насилие. У него нет никакого рационального объяснения, выгод от него никаких. Это поведение и отчаяние, это от беспомощности, от невозможности изменить ситуацию, заявил Чалый. Субтитры создавал DimaTorzok